Клинический пример 9-10. Он такой будет сдвоенный, потому что здесь мы рассмотрим методику применения и пластического материала, и свободного десневого трансплантата. Обратите внимание, что вы можете увидеть на этой фотографии. Первое, что бросается в глаза. Рецессии фактически все второго класса. Первого класса здесь рецессии нет. По поводу третьего, там есть какие-то зоны, где это можно обсудить. Но самая большая особенность конкретно этого клинического примера у этой пациентки не просто тонкий биотип, он критически тонкий. Если вы присмотритесь к фотографии, на последующих фотографиях это будет очень хорошо видно, просвечивая сквозь слизистую структуру зуба, корня зуба. Это четвертый сегмент, так что был на фотографии на предыдущей, третий. Это четвертый сегмент. Вот, обратите внимание на то, что я вам говорила, это просвечивающий корень сквозь слизистую. Заполнение парадонтальной карты. В данном случае, в области зуба 36 измеряют расстояние от режущего края до десны. Измерение расстояния глубины рецессии, расстояния от режущего края до десны зуба 35. Продолжаем измерять парадонтальным зонтом зуба 34. Продолжаем измерять зуба 33. Мы переходим в четвертый сегмент зуба 43. Измеряем глубину рецессии. Продолжаем измерять глубину рецессии десны. Это зуб 44. Измеряем расстояние от режущего края до десны в области зуба 45. Продолжаем измерение от режущего края до десны зуб 46. Дизайн лоскута в третьем сегменте. Эти операции были проведены в сей первый, третий и четвертый сегмент и фронтальный участок. Потом с вами тоже его разберем. Одномоментно, сразу в один день у одной и той же пациентки. Тут будет особенность разреза. Я обращу ваше внимание. Когда мы с вами разбирали предыдущие клинические случаи устранения множественных рецессий ротированным лоскутом коронально смещенным, я обратила ваше внимание, что на верхней челюсти для того, чтобы не делать вертикальных разрезов, мы добавляем в дизайн разреза сулькулярный еще плюс зуб и отслаиваем в этой области для того, чтобы иметь качественную мобилизацию. На нижней челюсти это сделать невозможно, поэтому мы используем технику одного медиального разреза. В данном случае разрез вертикальный, проведен между зубом 33 и 32. Я обращу ваше внимание, что несмотря на то, что биотип критически тонкий, у меня получилось в некоторых участках все-таки аппроксимально между зубами расщепить лоскут, хотя, честно, технически это было очень сложно сделать. Подготовка от твердой мозговой оболочки, обратите внимание, это ее предельная длина, 4,5 см, и вот ее подготовка к ее перфорации. Перфорация делается стандартно, как обычно, с расстоянием 3-4 мм друг от друга, зондом до ее регидратации. Твердая мозговая оболочка подготовлена почти с измерителем. Твердая мозговая оболочка подготовлена, и я всегда рекомендую всем пользователям твердой мозговой оболочки скруглять ее кончики, ну, наверное, как у любой мембраны, это выполняет ассистент, но это более влияет качественно на ее адаптацию. Твердая мозговая оболочка регидратированная, зафиксирована в полости рта в области третьего сегмента. Мы видим зафиксированную в межзубных промежутках твердую мозговую оболочку простыми узловыми швами, и еще снаружи она подшита специально еще для того, чтобы она была более... лучше прилегала к тканям принимающего лужи, это обеспечивает ее быстрое прорастание, анастомизирование папиллярами. Ушитая рана двойными обвивными швами совмещены доэпитализированные анатомические сосочки с хирургическими. Обратите внимание, в области зуба 33-34 произошла перфорация с листонокосничного лоскута, но это связано с тем, что это критический такой биотип тонкий, и, конечно, он просто не выдержал этого вмешательства с как такового. Подготовлена твердая мозговая оболочка перфорирована и уже регидратирована. Также с измерением. Четвертый сегмент. Обращаю ваше внимание на такую потерю костной структуры вестибулярно. Нету замыкающей пластинки. Критический биотип. Обращу ваше внимание, что здесь тоже получилось, не везде, но создать в межзубных промежутках зону расщепленной слизистой. Также вертикальный разрез в области зуба 42-43 произведен по методике, рекомендуемой для нижней челюсти. Четвертый сегмент. Спустя 14 дней после операции. Этап снятия шов. Третий сегмент. Через 14 дней после операции. Этап снятия шов. Обращу ваше внимание, вот там, где была у нас зона перфорации, в области зуба 33-34, здесь, конечно, есть некоторые истончения. В слизистой нет такого утолщения, как в области других зубов, где наглядно видно, как биодеградируемая твердая мозговая оболочка срастается с лоскутом слизистым накосничным и утолщается сразу на глазах. Здесь этого не произошло, по всей видимости, в участке. Вот в этом умер кусочек твердой мозговой оболочки. Ну, некротизировался сразу, как только соприкоснулся с полостью рта, с жидкостью ртовой. Но, тем не менее, было это уже понятно в момент тушевания, что такое возможно. Ну, это не такие не страшные осложнения, которые вполне себе имеют место. Исходная клиническая ситуация диктовала выбор данного метода. Состояние через 3,5 месяца – это третий сегмент. Обратите внимание на хорошую, такую активную восклилиризацию в области зуба. 34, 35, 33 на активный рост ткани и на то, что биотип изменился. Мы не видим больше этих просвечивающих корней сквозь слизистую. Я обращаю ваше внимание на появление зоны еще пока не керотизированной, прикрепленной десны. Области зуба – 36, 35, 34 и 33. Несмотря на то, что прошло всего 3 месяца после операции. Состояние ткани спустя полгода. Тоже обращаю ваше внимание на абсолютно стабильный результат и улучшение его качественное со временем. Измерение расстояния от режущего края до десны в области зуба – 36. Измерение оставшейся глубины рецессии десны в области зуба – 36. Измерение расстояния от режущего края до десны в области зуба – 35. Измерение расстояния в области зуба – 34. Расстояние от режущего края до десны. Измерение глубины рецессии десны, оставшейся в области зуба – 33. Фотография демонстрирует состояние ткани через 3 месяца. В четвертом сегменте обращаю ваше внимание на уплотнение и изменение биотипа десны. Особенно это заметно в области жевательной группы зубов в области зуба 46 и 45. Чуть менее в области зуба 44 и пока недостаточный результат в области зуба 43. Демонстрация результата через 3 месяца. Активно идет восклюризация, активный рост капилляра. И все-таки идет изменение биотипа и формирование прикрепленной десны в области всех прооперированных зубов. Измерение расстояния от десны до режущего края в области зуба 44. Измерение расстояния от режущего края до десны в области зуба 44. Измерение расстояния от режущего края до десны в области зуба 45. Тот же зуб, те же измерения. Измерение расстояния от десны до режущего края в области зуба 46. Состояние зубов через 5 месяцев в области 4 сегмента. Обращаю ваше внимание. Посмотрите, мы сейчас рассматривали фотографии спустя 3 месяца. Это 5 месяцев после операции. Посмотрите, какая активная восклюризация, как хорошо начинает формироваться прикрепленная десна в области этих зубов. Третий сегмент. Ситуация клиническая до и после. Обращаю ваше внимание, что мы изменили биотип десны. Устранили не везде, но частично рецессии. Есть определенный процент закрытия поверхности корня у этой пациентки. Он рассчитан. Есть данные математические. И, что самое главное, мы создали прикрепленную десну, устранили тяжи тянущие, да, и создали благоприятные условия для стабильности результата. И превентивно устранили дальнейшее образование рецессии, углубления их, так скажем. Здесь тоже очень показательны вот эти две фотографии до и после. Четвертый сегмент. Обратите внимание, что больше не просвечивая корни зубов в области зубы 44, 45 и 46, мы сформировали плотную прикрепленную десну, устранили, где-то устранили полностью, где-то частично рецессии десны и изменили биотип. Продолжение следует...